Начинаешься здесь новичком или нет? Ну нет, может быть, формально все изучить, но с первых дней еще даже того сбора, хоть я и не сразу приехал, попал в хорошую атмосферу, домашнюю обстановку, так что я надеюсь, что в дальнейшем так же все будет продолжаться и чувствую себя здесь очень комфортно. Когда вызвали, с кем-то из ребят знакомых общался, спрашивал, что здесь, как, какие правила? Да мы, в принципе, на связи были с Аней Ерохиным, с Долером, плюс это был первый сбор до Валерия Георгиевича и уже и СМИ много публиковали информации, так что в целом понимание было, вот, и ничего такого прям сверхъестественного я не увидел. Но все же есть какие-то отличия от клуба явные? Ну, в плане питания, думаю, так, в целом его восстановление, все остальное, все надло в высоком уровне, но в плане питания, да, здесь то, что и сахар отменили, вот, но я давно хотел лично все попробовать, вот, у меня все не хватало, так сказать, настроиться на все это и, кстати, вот тот 10-дневный сбор помог мне и с тех пор я пока продолжаю все это контролировать, надеюсь, и хорошо себя чувствую, причем на удивление для себя самого, так что в дальнейшем, думаю, будет так же. Когда возвращаешься домой, нет там желания сразу сахара наесться? Ну вот я думал, что так будет, вот, но потом, когда вернулся домой, после этих 10 дней вообще спокойно, просто спокойно ко всему, то есть раньше, по-моему, если что-то сладкое лежало где-то, то я знал об этом, мне постоянно этого хотелось, сейчас вообще спокойно ко всему отношусь и, потому что я такой сладкояшка, и для меня это было удивлением, то, что я так могу спокойно к этому относиться. Многим известно, что ты еще в 19-м году должен был попасть в сборную, в итоге не попал, но напомни нам эту историю. Ну как, был расширенный список еще на тот момент, вот, и у меня на те даты так уже получилось, выпала свадьба, вот, но я до последнего думал, что когда выйдет окончательный список уже там буду решать по мере всего поступления, вот, но, скажем так, там информация просочилась в СМИ у нас, что у меня свадьба в этот день, и я думаю, что Санислав Сламович об этом тоже узнал, позвонил и сказал, что спокойно заниматься своими делами, вот, и я успешно и довольно удачно сыграл свадьбу, так что переживаю за сборную, конечно. А честно, если бы тебе пришлось выбирать, что бы ты выбрал? Ну, мы с женой разговаривали на этот счет, так что, ну, как бы, если бы я попал в окончательный список, там, как бы, наверное, проблематично, да, и не было бы перенести свадьбу, перенесли, я говорю, ну, видимо, опять же, сложилось так, как должно было сложиться, вот, я попал сейчас, вот, тогда, в то время сыграл свадьбу, хотя потом я же не уже говорил, я говорю, что если бы не сыграли, потом была бы пандемия, и уже, возможно, были бы проблемы. Ты не нервничал во время игры, несмотря на то, что это все-таки дебют сборной? Да нет, уже как-то, может быть, если бы раньше, тогда были, может, такие моменты бы, вот, а сейчас уже, наверное, после игр в Лиге Чемпионов уже как-то спокойно к этому относишься. Понятно, что дебют, вот, сборная, вот, но все идет от головы, и понимал, концентрировался, я говорю, в целом не было таких ощущений. Как ты думаешь, почему ты все-таки немножко поздновато раскрылся, ну, по крайней мере, вот сборной, да, многие уже 27 лет уже старожилы? Да, у меня как-то, я думаю, в карьере вообще складывается такое, что там, я и в Премьер-лигу-то попал в 24 года, да, вот, и в сборную в 27. Я думаю, что, наверное, это такой мой путь, который я должен был пройти, вот, многому я за это время научился, многое понял, осознал, вот, я говорю, я, как бы, чтобы, наверное, если бы я мог что-то изменить, вряд ли бы я это сделал, так что, значит, оно так и надо было, вот, и хорошо, что я оказался в 27 лет, так что, надеюсь, что это будет уже на такой продолжительной основе. Кто у тебя любимый игрок был в детстве? Ну, не было прям такого, прям, чтобы любимый, многие симпатизировали, там, тут же Рональдини, там, уже Кака в свое время даже тоже нравился, вот. Много было футболистов, просто старался от любого, там, брать их лучшие качества и как-то перенимать их на свою игру, вот, и пытался это делать. Получалось нет, конечно, спорный вопрос, но в основном анализировал, да, лучшие качества таких всех хороших футболистов. А кто из российских игроков тебе в детстве нравился? Из российских, из российских, надо подумать, хороший вопрос, вспомнил, вспомнил. А, ну, блин, Егор Титров, да, и я еще тогда застал, конечно, Игорь Спартака, с отцом мы посещали, и прям, было приятно наблюдать за игрой. Егор Вилетий. Кому бы в этом году золотой мяч отдал? Так, ну, я думаю, что, наверное, все же Рожжиня, конечно, потому что, ну, человек выиграл все и провел хороший сезон на высочайшем уровне, вот, и это дорогого стоит, как бы, и, ну, и плюс, в последнее время тогда там Модрич, да, получил, я думаю, что он тоже много чего, вот, выиграл, с Хорватии дошел до финала чемпионата мира, и я думаю, что Рожжиня был бы, наверное, такой главный кандидат, вот. Ну, хотя, ну, в том году, конечно, если бы, по запрошлому году не обучался, блин, Ливандовск, конечно, тоже заслужил, вот. Чуть от футбола уйдем, хотел узнать, какой у тебя любимый вид спорта помимо футбола, и чем бы ты занимался. Я знаю, что плавание у тебя было, но все-таки это не игровой вид спорта. Да, хоккей, наверное. Хоккей люблю, хотя на коньках кататься не умею, но хочу научиться, вот, и прям, ну, нравится мне, конечно, вид спорта, так что в дальнейшем, в дальнейшем хочу встать на коньки, и прям, ну, не просто встать, а именно вот научиться даже поиграть, вот, так что надеюсь, что получится. А хобби, какие у тебя помимо футболы есть? Ну, самое, может, банальное, но, блин, гулять люблю, смотреть какие-нибудь места, просто ходить, разговаривать и дышать свежим воздухом, вот, так что это, наверное, самое такое первоочередное, что люблю делать, если есть возможность опять же путешествовать там, и, я говорю, посмотреть, потому что я помню в свое время, когда я еще жил в Астрахани, мне кажется, я весь город обошел, но Оренбург тоже не такие большие, так что проходил много я километров ногами. А какие-то зарубежные путешествия запомнились? Ну, из таких, наверное, то, что просто мы ездили во многом уже в осознанном возрасте больше отдыхать на пляже, там особо не походишь, не погуляешь, вот. Ну, а так, нет, с детства только, конечно, ездили с родителями, в Испанию, в Португалию посещали. Ну, кстати, я помню, вспомню один раз мы с командой еще по школе там ездили в Чехию на автобусе, вот, и там тоже прикольное павильяме, потому что там был чемпионат мира, ну, тогда был в Германии, 36-й год, вот, и был ажиотаж такой, и мы в Праге как раз были, и тоже такая атмосфера была крутая, вот, и там тоже очень, в Праге очень понравилось, так что надеюсь, что тоже получится посетить еще раз. Там тебя как раз чешская команда присмотрела, нет? Да нет, тогда я еще был мал для этого. Ну, может, уже заметил. Может быть, конечно. Что ты слушаешь? Музыка у тебя любимая какая-то есть? Вообще все, вот прям все, что слуху может понадобиться, и какой-то момент времени, настроения еще, так что прям определенного жанра нет. Могу даже шансоны послушать, могу ACDC, так что вообще могу и попсу нашу послушать, так что очень много всего. Послушать, ладно, попеть. В карабане. Блин, ну у меня голоса нет, но порой бывает у меня. Не, ну попеть наши, российские, конечно, такие более, наверное, движевые, там, что-то руки вверх, хай-фай, вот, то, что прям заводит, под который потанцевать можно. Какой-то СМИ, не помню какое, посчитала, сколько ты постов сделал до Зенита в Инстаграме, сколько во время. Как ты вообще к соцсетям относишься к Инстаграму? Ну, не прям, что серьезно, но я понимаю, что поскольку мы публичные люди, вот, и должны вести какую-то социальную такую активность, вот, в целом, опять же, да, там я тоже видел СМИ, это немного тоже, ну, смешно было читать, вот, потому что, ну, опять же, пришел я в большой клуб, вот, и понимал, что людям, наверное, может быть интересно какие-нибудь моменты из моей жизни, вот, и с тех пор более начал активно вести, вот, ну, все равно, я думаю, что в первую очередь, я бы себя повторял, буду повторять, что главное, что ты показываешь на поле, а уже это все остальное ведет за тобой. Ну, нет у тебя зависимости от телефона? Может быть, жена где-то говорит, убери уж телефон, пообщайся со мной, знаешь, как бывает уже? Да нет, да нет, 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 я помню, мы даже с женой как-то, я сказал, что у нас был то ли спорт, то ли еще что-то, я сказал, вот, правда, это было еще в Астрахани, вот, что Инстаграм мне не нужен, она говорит, да нет, и я спокойненько, я не знаю, сколько, может, полгода вообще, ну, удалил и даже не заходил, как бы, и вообще спокойно себя чувствовал, так что, нет, зависимости нет, и надеюсь, и не будет. То есть, когда вот на днях Суперберг завалил в соцсети, ты особо не спострадал? Вообще, ну, единственное, что просто WhatsApp, потому что, как бы, основной, да, чат-мессенджеры, вот, а все остальное вообще без проблем. На YouTube что смотришь из шоу, какие нравятся? В основном, кстати, ну, я смотрю, бывает какие-то обзоры ресторанов, вот, каких-то доставок даже, вот, на удивление. Что еще смотрю? Бывает «Красаву» иногда поглядываю, там, вот, сейчас мне нравится интересный выпуск насчет команды. Потом, потом сейчас вспомню. Редакцию, да, вот, редакцию тоже смотрю. И, ну, ЧБД, там, и шуток, там, Соболева иногда мне заходил тоже. Можно ваш телефончик, там, ну, немного черного юмора, но посмеяться можно. Так, да много чего вообще. Прямо такого, опять же, чтобы определенного нету. Ну, времени тоже иногда уходит на YouTube прилично. Фильмы последние какие тебе понравились, назовешь? Так, фильмы, фильмы, что я... Ну, Дюна, конечно, такой, вот. Правда, я ожидал очень, думал, что будет какая-нибудь развязка, часа полтора, и только после этого понял, что там будет еще несколько часей, немножко, конечно, подрастроился. Вот. Сейчас, конечно, хочу еще сходить на... Бонда. Бонда, да, на Бонда. А книга последняя, там, предпоследняя, что тебе понравилось? Ну, последнее, что я читал, это вот, как раз, книга, там, о создателе Найка. И мне прям, я продолжаю читать, и мне прям заходит. Вот, прям, вообще классное то, как человек, там, начал прям империю строить. Условно, там, как он относился к этому, как он, там, тоже работал, и ради чего там, ради чего, и... Ну, вообще, вся, вся вот эта история, конечно, очень классная и, блин, дорогого стоит. И ты понимаешь, что, как бы, не просто так все это. Ну, то есть ты биографию любишь, может, какие-то еще посоветуешь? Ну, прям, чтобы посоветовать... Ну, или что тебя прям впечатлило? Ну, я вот тогда читал тоже, ну, про грецкий так, опять же, было. Ну, в целом, тоже очень прикольно узнавать, как он начинал все это. Вот, кто у него, там, тоже кумиром был, потому что там тоже такая эпоха была, когда определенные люди, на кого он смотрел. Через некоторое время он как раз начал с ними играть, и он рассказывает, вот, как он к ним относился, и кем они для него были, вот, и тоже очень хорошо. Я слышал, ты хочешь научиться хорошо готовить? Ну, не прям, что хорошо готовить. Я говорю, поскольку много всяких вещей смотришь, вот, ну, я люблю наблюдать за процессом, скажем так, вот. Ну, надеюсь, что в дальнейшем тоже буду пытаться. Ну, а что, какое у тебя любимое блюдо? Да, все банальное, честно, вот, пасту люблю с чем-нибудь вообще, с курицей, там, с лососем тоже люблю, так что, все очень, это, спокойненько. В рекламе чего не снялся бы ни за что на свете, ни за какие деньги? Прям что там можно, мастер геморрой, как-то. Ну, блин, порошка какого-нибудь нет, я думаю, как-то это смешно. Как отмазаться от интервью в Мигзоне? Да никак, лучше дать, конечно, интервью, когда просят, и в целом, как я и говорил до этого, мы публичные люди и должны говорить в каких-то моментах. И если это Мигзона, то это, конечно, об игре, о чем и надо говорить. Что приготовишь дома, если у тебя есть буквально 10 минут? Яичницу, конечно. Самый такой частый и банальный вопрос, который тебе задают журналисты, которые уже достали. Ну, скажу, сейчас все очень про лимит, конечно. Какую роль сыграл бы в фильме? Шпиона. Лучший друг сборной России. Ну, с кем мы ближе, конечно, Доля Кузяев и Саня Ерохина, двоих назвал. Кому не задумываюсь под одежды для совместного фото? Из жизни или именно спортивного? Из жизни. Из жизни. Хотел сказать жене, потом передал очень много фото. Ну, к маме, конечно. Какой самый экстремальный поступок в твоей жизни был? Кстати, не было ничего такого, чтобы экстремального. Я как-то стараюсь сохранять грань тонкую от этого. А так, да нет, какие-нибудь, может, прыжки в воду с высоких... Ну, да, там, к кому-нибудь тарзанки, да и все это максимально. А может, какой-то есть, который еще не случился, но может быть? Да нет, я как-то... Блин, ну, экстремальный пойти там на американские горки, я думаю, что не так. Хотя я их не очень любил, но меня затащили. Я прям был в таком шоке. Вот, ну, чем-нибудь такое можно, кстати, посетить какие-нибудь аттракционные хорошие. Ну, жениться не экстремально, нет? Нет, жениться нет. Когда, могу сказать, когда готов и хочешь, то вообще нет. Сколько времени максимум играл в приставку или компьютер? 64, наверное. Очень мало, кстати. Из-за чего смеялся в последний раз? Валерий Георгиевич показал видео на телефоне, там, из-за комедии «Клаб». Что считаешь фишкой в своей внешности? Глаза. Пусть будут глаза. Какая лучшая фраза для подката к девушке? Ну, чтобы познакомиться, хорошо. Я тут могу даже историю небольшую рассказать. Я позаимствую, там, у другого человека. На мне рассказала моя жена, что когда к ней подошли, подошел парень знакомиться, она говорит, молодой человек, ну, я как бы замужем, а он ей сказал, как бы, ну, ты же ездишь на машине, да? У тебя же запаска лежит. И даже я в тот момент поспинялся, думаю, парень молодец, конечно. Так что я думаю, это такой хороший вариант. Класс, да. Твой самый романтический поступок, романтичный. Ну, я просто, когда предложение делал, мы там, я все, все красиво сделал, и по-семейному, скажем так, и... Ну, мне очень понравилось, я потом спрашивал у жены, что... Ей тоже, и она до конца, конечно, не понимала, так что, там... Это просто очень долго рассказывать. Ну, там мы покатались... Расскажи, расскажи, интересно. Покатались... Сначала мы просто погуляли, потом покатались по Москве-реке, вот. И потом, там, пришли в ресторан, все, там, розы... Ну, все как... Немного банально, но было прикольно. Так что этот день, там, и я, и она запомнили, я думаю, на всю жизнь. Сильно нервничал? Ну, кстати, так... Мне казалось, что нет, вот, как бы... Ну, нервничал, не сказал, что прям сильно, вот, но потом Марина сказала, что, когда мы поднимались с лифти в ресторан уже, вот, она почему-то увидела прям нервозность во мне, вот. Какая ситуация может тебя смутить в жизни, когда тебе неловко, не по себе? Да никакая, в принципе. Я думаю, что... Мы живем в 21 веке, как мне один, один модный человек сказал, что на все у нас есть язык, и обо всем можно поговорить. Так что неловкости, наверное, прям таких нет. Ну, кстати, недавно, я помню, я зашел случайно в женский туалет. Ну, кстати, нормально. Я только когда вышел, узнал об этом. И тоже, до кого-то, может, неловко будет, я посмеялся и пошел дальше. Какая ситуация гарантированно поднимет тебе настроение? Ну, так я скажу, гарантированно, удачная игра с хорошим результатом. И, ну, мои команды, скажем. Ну, и такой заключительный вопрос. Твой идеальный отпуск, причем, знаешь, у тебя есть месяц. Как ты этот месяц разобьешь? На что? Ну, скажем так, сначала, конечно же, полететь, отдыхать. Вот. Просто все зависит, наверное, от того, что какой ты отдых хочешь, как бы, вот. И я понимаю, что мне там определенное время... Как я себя наставил, на какой отдых? Вот. Как бы, если мне хочется погулять, можно быть более активным. Если прям хочется полежать на пляже, просто лежишь на пляже, но от этого ты тоже кайфуешь, потому что ты понимаешь, что ты этого хочешь. Вот. Поехать домой, опять же, проводить время с близкими, знакомыми, друзьями, потому что их много и хочется больше времени уделить. Ну, и каждому постараться по возможности уделить времени, вот, потому что во время, там, сезона мало что получается, вот. И, конечно, по возможности я буду проводить больше времени с семьей. И одновременно играю уже в мяч, там, после, наверное, недели-двух паузы.